Всем привет, с вами фильм ВОЗ. Доброе направление. Завтра сдадите анализы и ко мне на приём теперь придёте через две недели. Пожалуйста. Спасибо, доктор. До свидания. Всего доброго. Да и вообще это серьёзно? Про ребёнка? Конечно серьёзно. Я сама в шоке. Девушки, добрый день. Здрасте. Наташ, да это не смешно. Ну какие вы с Вадимом родители? Нормальные родители. Я вообще уже хочу этого ребёнка. Вадим будет хорошим отцом. Конечно, безответственно, но это исправим. Не, я не знаю. Может вы торопитесь? Ну надо там для себя пожить, чувства свои проверить. Ну а вдруг он совсем не тот человек? Слушай, такие банальности говоришь. Все почему-то считают, что нужно планировать свою жизнь. Если вот так вдруг раз и всё изменилось. А шеф? Он же тебе повышение обещал. А ты в декрет уйдёшь. На год, а то и на год. Я пока говорить ничего не буду. Не видно же? И ты молчи. Конечно. Девочки, а может вы и работать будете, а не языками трещать? Башка уже болит от вашего бубнижа. Ну беру, лучше купить. Потом поговорим. Сами купите. Вадюш, мне нужно тебе кое-что сказать. Слушай, ну ты нашла время, а. Ну, блин, ну я из-за тебя гол пропустил. Слышите, пожалуйста, просто я хочу тебе... Ты хочешь мне вечер испортить? Нет. Да? Нет, я тебе хочу сказать, что... Слушай, отойди, я посмотрю футбол, и мы с тобой поговорим. Ты мне скажешь всё, что ты хочешь. Слушай, отлично, 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 отлично. Слушай, отлично. Тыíasmel? Ну ладно. Ну, чего я такого сказал? Ты же прекрасно знаешь, когда у меня футбол меня лучше не дергает. Я знаю. Просто то, что я хочу сказать, что это действительно очень важно. Я была у врача. И она сказала, что у нас будет ребенок. И что? Вай, ты меня слышишь? У нас с тобой будет ребенок. Я тебя прекрасно слышу. Это неприятно. Но вы правимы. Что неприятно? Только не говори, что хочешь рожать. Ну, вообще-то я собралась. Малыш, это не серьезно. Мы с тобой должны все обсудить и вместе принять решение. А не так вот я залетел и хочу рожать. Давай сядем, поговорим, примем решение. Ты что, не хочешь ребенка? Нет. Ты представляешь, что такое ребенок? Это ж не минута покоя. А я высыпаться хочу. Слушай, я... Я не думала, что ты такой эгоист. Нет, это ты эгоистка. Просто захотела ребенка. Ты знаешь, сколько бабла нужно на всякие эти поликлиники, на колясочки, на кроватки? Ты знаешь, сколько все это стоит? Я знаю. Потому что у меня есть свои интересы и потребности. Ты из себя слышишь? Ты вообще понимаешь, что ты сравниваешь? Какие-то свои потребности нашего с тобой ребенка. Только давай без пафоса, ладно? И монстра из меня не делай. Мы с тобой должны вместе принять решение. Я против. Нет, ну если тебе интересно. И вообще медицина далеко ушла. Сделай аборт, нет проблем. Куда собралась? К маме. Аборт я делать не хочу. Ты не хочешь ребенка. По-моему, это тупик. Ну и к чему эта демонстрация? Чего ты доказать пытаешься? Что ты хороший, а я подонок. Почему подонок? Ты просто пытаешься пить нашего ребенка. Какого ребенка? Нет еще никакого ребенка. Пару клеток. Слушай, если бы ты меня любил, ты бы его хотел. А тебя волнует только собственная свобода. Что? Свобода? Да я футбол один смотрю, у меня друзей не осталось. Живу как в клетке. Когда придешь, во сколько придешь. А ребенок появится. Как в клетке? А я как на каторге. Весь дом на мне. Ты только ищешь возможности, а позже вернутся. Да потому что не хочется домой идти. Достала. Так давай разведемся. Можно к лучшему развестись. То есть развод? Да. Хорошо. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты надолго? Навсегда. Вообще, ты здесь давно не жила, поэтому это моя комната. Ясно? Девочки, не ссорьтесь. Будет общее. Чего ты вернулся-то? Тебе, что ли, муж выгнал? Не твое дело. Я сама ушла. Давно пора. Ты знаешь, вот я смотрела и удивлялась. Насколько ж тебя еще хватит? Он же прям в открытую гулял. А ты, дурочек, во все верила. Думала, что он на работе задерживается. Мам, он не гулял. У него действительно много работы. Ну да. Ты сейчас его защищаешь. Просто он тебе никогда не нравился. Да просто я видела его насквозь. Слава Богу, у тебя глаза открылись. Вадим, тебе не пара. Хорошо, что еще детей не завели. Я беременна. Ну и что ж ты беременна? Ничего страшного. Не надо тебе на него свою жизнь тратить. Правильно сделала, что ушла. Сделаем аборт. Найдешь себе нормального мужа. Вадим тоже сказал, что нужно сделать аборт. Единственная верная мысль за все годы. А я не буду. Ты с ума сошла. Мама, это мой ребенок. А мне решать. Ты ни о чем не хочешь думать, эгоистка. Ты меня в гроб гонишь. Мам, слушай, хватит спектакль устраивать, ладно? Я взрослый человек и приняла решение. Ах, ты взрослая? А что ж ты к матери прибежала, а? Ты хоть бы подумала, что я вся больная. Что у меня нет сил больше всю семью на себе тянуть. А мне от тебя ничего не нужно. Это тебе сейчас не нужно. А потом родишь, на тебя воспитывайте. А мне еще Ольгу воспитывать. А помогать мне некому. А я сама буду работать. Да? А с ребенком кто будет сидеть? Слушай, вечно ты скандалы устраиваешь. Мамочка, не волнуйся, пожалуйста. Я ничего не устраиваю. Просто кому-то собственный внук не нужен. Да пойми ты, кому ты будешь нужна с ребенком на руках? Задите его к черту. Наташа! не знаю, как тебе, вцарь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я знаю что такое vostro царь. На завтра переодеться на работу. Ну, что празднует? Твоё освобождение. От чего? Ну, ты же разводишься. Это её не любишь. И ваше замужество было ошибкой. Поэтому мясо с кровью и красная вина. Боюсь, мясо отменяется. Почему? Володильник пустой. Мясо я купила. Сковородки есть? Есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Наташенька, я прошу тебя, вернись домой. Зачем? Наташенька, я прошу тебя, не усугубляй. Я понимаю, ты переживаешь, у тебя нервы на взводе. Но я же хочу тебе помочь. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Давай поговорим спокойно. У меня есть очень хороший врач. Замечательная женщина. Я ей уже позвонила. Она собирается тебя положить к себе в отделение. Будет наркоз, ты ничего не почувствуешь. А через несколько часов можно уже уходить домой. И самое главное, что это совершенно бесплатно. Ну, купим ей коробку конфет. То есть, ты же обо всем договорилась, да? Да. А меня кто-нибудь спросил? Это мой ребенок, понятно? Это мой ребенок! Наташенька, ты еще очень молодая. Тебе 25 лет. Тебе было 20 лет, когда ты меня родила. У меня был муж. У меня тоже он пока что есть. Значит так. Ты вернешься домой и будешь делать то, что я тебе говорю. Я не позволю тебе портить тебе жизнь. Ты слышишь меня? Нет. Алло, Наташа! Наташа! Алло, Наташа! Наташа! Ты придешь! Да,は? Я не могу. девушка вы меня извините у вас что-то случилось из дома ушли с мужем поругались с мамой тоже я вас понимаю сама была в такой ситуации муж к любовнице ушел квартиру разделил паразит да мне нужна его квартира слеповница застукала да нет что вы просто меня не любит наверное у нас ребенок будет а он не хочет я ушла правильно сделала я просто не знаю что мне дальше делать ну во первых слезы вытри и не реви спасибо слезами горе не поможешь знаешь такую поговорку ну вот давай вставай пойдем куда ко мне у меня переночуешь в себя придешь а завтра подумаешь что тебе делать давай давай пойдем я тебя здесь не оставлю меня варвара зовут меня наташ не удивляйся я все продала и мебель и квартиру последнюю ночь здесь ночую завтра покупатели свидетельство о собственности получит я денежки из банка заберу все не пришлось я здесь а где вы жить будете есть один хороший человек у него дом большой он приют дает таким как я здравствуйте да вот как галя добрый вечер а если уж ты кого-то привела это наташа она у нас переночует это галя подруга моя очень приятно а я как раз и данииле говорю я за него всю жизнь молиться буду а даниил меня от смерти спас у меня ведь рак был последней стадии а варвара отвезла меня даниил он велел мне простить всех моих врагов и отпустить чтобы они мне сердце не рвали на части энергии из меня не пили вот это было самое трудное потому что обид много накопилось а теперь я даже пожила силы прибавляются даниил он врач скорее целитель и целитель и учитель нет но врачи тоже сказали что опухоль исчезла да что мне врачи что они могут эти врачи резать добычу сыритель наверное это дорого да не он всем просто так помогает на путь истинный наставляет учит как своей судьбой управлять вот когда человек живет в гармонии он и на окружающую среду благотворно влияет вот как ты думаешь почему у нас последнее время пожары землетрясения цунами не знаю потому что земля это живой организм вот как мы к ней относимся так она нам и платит да наверное правильно ничего не жестко нет спасибо удобно и не думай о плохом данил говорит нужно повторять впереди только радости свет ни печали ни тысячи бед и все исполнится человек сам кузнец своего счастья слышал слышал спасибо большое не ожидал что мне кто-то поможет люди должны друг другу помогать гальварвар я спасибо вам большое удачи мне на работу пора правда я опаздываю тебе на работу ну ладно я сама как нибудь да я попросить тебя хотела двести тысяч долларов сумма такая большая страшно вот если бы с галей со мной съездили в банк галя же на работу может мы с тобой как-нибудь сами ну кто подбежит сумку из рук вырвет куда мы с тобой ну ладно наташ до свидания варвар давайте я с вами втроем не так страшно позвони на работу отпрошусь пересчитывать будете нет все в порядке распишите пожалуйста тут спасибо пойдем Откройте двери! Вы что такие? Откройте двери! Взять от нас отсюда! Взять от нас отсюда! Да откройте двери! Сумасшедшие какие-то! Идиотки! Генины предупредьешь, там мы будем! Кто? Так это он вас послал? Слава богу, доперло! Попросил встретить тебя тут. Деньги помочь сопроводить. Одно это, дескать, небезопасно. Вы что, охрана что ли? Типа того. Чурору царапал своими когтями. Ну извините. А почему Даниил мне ничего не сказал? А я откуда знаю? Он нам вообще в последний момент позвонил. Волнуется, говорит. Как там Варвара? Деньги-то большие. Ну и говорит, сопроводите их. Целости и сохранности чтоб были. Насчет сохранности не знаю. Ага. Налетел как коршун, сумку выхватил и давай в машину пихать. Точно. А то, что драться начала, разорались на улицу. Я испугался, думал, перепутал. Вдруг не у той дамочки сумку-то берем. Слушайте, я играла как резная. Я думала, правда, грабишься. В милицию сейчас бы позвонила. На, держи. Спасибо. А ты не хватай. А ты убинул меня. А я лечу не знаю куда. Прямо, говорите, мамочки. Прямо, что упреждать надо. Да. Вы испугались. Ну, простите меня. Хотела, как лучшее получилось. Ничего страшного. Да. Сейчас же в городах такое происходит. Хотела вас обезопасить. А, Данил, познакомься. Это Наташа. Она меня так защищала, что в драку. Ты молодец. Храбрый. Значит, тебя зовут Наташа. Да. Я ведь очень ждал тебя. В смысле? Я сама не знала, что здесь окажусь. Данил, извините. Там тебя спрашивают. Сейчас иду. А ведь ты беременна, так? Откуда вы знаете? Ну ладно. Вы Даниил? Да. Мне сын про вас рассказывал. Умоляю вас, скажите, где он. Целый месяц. Ни письма, ни какой-нибудь весточки. А я уж не знаю, где еще-то его искать. Вы кто? Кто ваш сын? Меня Марья Петровна зовут. Я мама Ильи Сафонова. Ну что же он мать-то бросил? Квартиру он продал. Он же сказал, что он купит мне маленькую, однокомнатную. Я устала скитаться с своим знакомым. Илья Сафонова, он у среднего роста всегда ходит в шапке. Да, он здесь. Нет, он был здесь три недели назад, он ушел. Как ушел? Ведь при нем большие деньги были. Это опасно. А куда он ушел? Он на север уехал. И деньги с собой взял. Сказал, там квартиру купит и дело откроет. Какой север? Какой север? А как же я? Я же на улице осталась. Скажи, ты что-нибудь знал о его матери? Нет, я вообще не знал, что у него кто-то есть. Он тоже. А может быть, он адрес оставил? Я не знаю, что сказать. Куда же мы не стыдем? За что же, на старости лет под забором бомжевать? Марья Петровна. Марья Петровна. Знаете что, если вы хотите, вы можете остаться здесь. У нас. Это возможно? Ну, конечно. Наташа, распусти волосы. Ты сосредоточься. Откройся космосу. Отдавай ему свою любовь. И пространство гармонизируй. В голове не должно быть никаких мыслей. Я не могу ни о чем не думать. Открышись. Откруся. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо, Алик. Я так и сделаю. И рыбку-то их лично покормлю. Только не грусти. Не буду. Пока. Рыбки! Нуля, как отсюда до горной добраться? Привет. Мать, по-моему, мы подречились его вчера. Давай спокойно поговорим. Вчера поговорили. И все обсудили. Ну, а мне кажется, нам нужно все вместе поговорить. Теперь нужно. Мы давно любим друг друга. И очень хорошо, что ты теперь знаешь. Нам больше не нужно прятаться. Да? Ну что? Давай на развод. Много вас видеть. Об одном, прошу, сделай аборт. Так всем будет лучше. Значит, муж не хочет воспитывать своего ребенка. Да. Она вчера сама не своя была. Я побоялась, вдруг под машиной броситься или еще что. Из-за каких мелочей теряют люди опору в жизни? Как же они слабы духовно? Ну, ты же ей поможешь? Конечно. Помогу. Это молодец. Молодец. А мне без видения было. Какое? А Наташа и ее ребенки. Что это значит? Я даже спаси ее. Илья Михайлович, можно? А, Богданова. Заходи. Ну что, думаешь, самая умная? Решила всех обмануть и думаешь, никто не заметит? Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Чего ты глазками хлопаешь? Решила на елку залезть и не отсарапаться? Не получится? Беременная? Да. Да, почему не сказала? Думала, позже. Позже? Когда позже? Когда я тебя назначу старшим плановиком? Ну, какая разница, беременная я или не беременная. Это же никак не сказано о моих профессиональных качествах. Юрий Муслович, я, наверное, что-то не понимаю. Ты не понимаешь. Хорошо, ты не понимаешь. А я почему-то, Богданова, всегда думал, что ты умная девушка и должна понимать, что в нашей фирме нет никакого резона давать тебе повышение, если через какое-то время ты уйдешь в декрет. Значит, если я оставлю ребенка, вы меня не повысите. А если нет, то повысите, так? Наташа, ты все правильно понимаешь. И мой тебе совет, пожалуйста, реши этот вопрос побыстрее, ладно? Тем более, что ты ведь с мужем разводишься, да? А вы не имеете права меня увольнять. И отказывать мне в должности по беременности тоже не имеете права, это дискриминация. Да кто тебе по беременности-то отказывает в должности? Да, мы хотели тебя повысить. Хотели. Но мы передумали, потому что ты, Богданова, ты плохо выполняешь свои обязанности. Я плохо работаю. Да? Что ты там чирикаешь? Заявление по-собственному. Ради Бога, пожалуйста. Расчет получи в бухгалтерии. Хорошо. Яна Комаровская, зайди ко мне. Куда собралась? Никуда я тебя не пущу. Мама, не мешай. Ты зачем уволилась с работы? А ты что сидишь? Посмотри, что вытворяет твоя сестра. Может, ты что-нибудь скажешь? А я-то что? Это ее дело. Мама, вещи отдай. Ты на что собираешься жить? Я буду жить у новых знакомых. А деньги я сняла со счета. У каких новых знакомых? Да они тебя обдерут, как липко. Зато они не заставляют меня убивать собственного ребенка. Они меня поддерживают. Понятно? Значит так, никуда они тебя не пущут. Никуда не пойдешь. Только через мой труп, поняла? Ты меня до инфаркта доведешь. Ты же только себя слышишь. Мама. Что мама? Хватит орать. Пусть идет куда хочешь. А давай, давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я совсем одна. Не говори глупости. Ты не одна. Я очень рад, что ты вернулась. Теперь все будет хорошо. Вдохни. Да, ты ж ты знаешь, что сейчас очень многие предсказывают конец света. Я читала в интернете. По-моему, это байки. Какие байки? Данил еще лет десять назад пытался людей предупредить. Писал статьи в журналы. Но только правду все скрывают, что панику не сеете. А на самом деле все правительства, все государства знают об этом. Еще древние пророчества нас об этом предупреждали. И календарь мая в 2012 году заканчивается. А еще с землей может столкнуться планета Нибиру. Да все что угодно может случиться. Уже случается. И наводнение, и цунами, и свержение вулканов. А летом какие пожары. А зимой снегопады. Да земля хочет уже от человечества избавиться. Достали мы ее. Вот мы и собрались в общину, чтобы помочь Даниилу. А он знает, как это остановить. Мы все здесь боремся за будущее для всего человечества. Может быть, нам удастся спасти мир. Ведь психическая энергия намного сильнее физической. А чем больше нас будет, тем лучше. Ты ведь с нами, да? Наверное. Здорово. Здорово, Олег. Ну что, как там, мои рыбки? Да нормально. Одна там сдохла какая-то, а какие-то там наплодились. Я Мальков в банку пересадил. А молоток. Ой, ты с кем? Здрасте. Здрасте. А Наташа где? А Наташа здесь больше не живет. Мы с Наташей расстались. Она у мамы, наверное. Ладно. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Здрасте. Здрасте. А вам кого? Наташа дома? А Наташа здесь не живет. А где она? Не знаю. Спросите у мужа. Муж сказал, что она живет с вами. А вы простите, кто? Я друг Наташи. Дело в том, что она уволилась с работы, собрала вещи и подалась к своим новым друзьям. Телефон отключила. Ладно. Спасибо. Молодой человек! Если вы ее увидите, скажите, чтобы она хотя бы позвонила. Хорошо. Добрый день. Спасибо. Ну, мы хотя бы посмотрите. Добрый день. Продолжение следует. Назвала ее я, назвала ее Стася. Она такая классная очень. Знаешь, она прям, она уже ползает, знаешь, так головку держит сама, когда лежит на ней. Наташа, здорово. Спасибо, Нина. Спасибо. Я обязательно. Вы не пожелаете. Пойдемте дворами, так быстрее будет. Ладно, пойдем здесь. Хотелось в магазин зайти. Так мне тоже надо, я деньги дома забыла. Пойдемте. А это не твоя Наташа там? Нет, не моя. Она давно уехала. Пойдемте. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. У меня к вам не совсем обычное дело. Я вас слушаю. Понимаете, у меня сестренка младшая из дома сбежала. Родители себе места не находят. Она сказала им, что больше не вернется. Ну, обратитесь в милицию. В милицию. В милиции сказали, что она совершеннолетняя и имеет право. Понимаете, очень жалко родителей. Она совершенно о них не думает. Я пытался ей позвонить, но переубедить ее, но она отключила телефон. И что вы от меня хотите? Девушка, можно ли как-нибудь проверить местонахождение моей сестры? Звонки в момент последнего звонка? Ну, не знаю. Пожалуйста, девушка. Ладно, сейчас попробую что-нибудь сделать. Давайте номер. А. Держите. Давай, ешь быстрее. У меня перерыв заканчивается. Где ты опять задержалась? Ну, химичка заставила лабораторку доделать. Делаешь уроки? Сходи в магазин. Хлеб, колбаса, сметана. Деньги в столе возьмешь. Я сегодня-то поздно. Мам, я Наташку сейчас видела. Правда? Где? Недалеко оттуда. Ну? Что она сказала? Когда придет? Я не разговаривала с ней. Почему? Это же твоя сестра. А ты бы видела ее. Она ходила как блаженная. Какими-то идиотками. Людям какие-то книги втюхивала. Позоришь ей просто. Мне вообще пришлось домой, другую дорогу пойти, чтобы мои подруги этого не увидели. Господи, что же за наказание-то, а? Что у нее с головой? Ведь умная девочка была. Два месяца. Ни словечка, ни звонка. Словно вычеркнула нос. И мы ее вычеркнули. Как ты можешь так говорить? А можно делать, как она? Лучше вообще не медь его сестры, чем такую дуру. Оля! А мы же на носе свихнулась. Ешь лучше. Ну что? Вы знаете, очень странно. Последние два месяца этим номером совсем не пользовались. Два месяца. А, ну, наверное, отключила телефон, чтобы родители не доставали. Ну? Ладно, вот, держите. Езжайте, ищите сестру. Последний раз она говорила в районе этой станции. Это коттеджный поселок. Я вам там адрес написала. Ладно. Спасибо вам, дедушка. Не за что. Галя, давай хоть зелень порежу, а? Да сиди уж. На, вот, лучше морковку съешь. Я когда маленькая была, все время на кухне сидела, пока мама готовит. Она мне то морковку, то кучерыжку даст. Скучаешь. Мы просто сегодня как раз рядом с ее домом ходили. Так хотелось зайти или позвонить, хоть голос услышать. Ты же знаешь, Даниил не разрешает разговаривать по телефону. Я знаю. Наташенька, так это же для тебя лучше. Ну что ты, не удерживаешься, позвонишь маме там или бывшему мужу, разнервничаешься, плакать будешь, страдать. А ведь это неизвестно, как еще на твоем ребеночке скажется. Да я все понимаю. А мне отец звонить некому. Я одна. Она как перст. Вот поэтому и телефон не нужен. Вы у меня. И семья моя, и родня. А мне хоть и есть кому позвонить, да сама не стану. Совершенно чужие мы с дочкой друг к другу. Почему? Не понимает она меня. Не поддерживает. Огромная связь это вообще ерунда. В одной семье могут жить абсолютно чужие люди друг к другу. И свой круг надо выбирать по духовному родству. И это правильно. А мне мама часто снится. Вот днем думаю, что никогда, никогда их не прощу. Ночью так прижаться хочется. Ты забыла, как одна со своим горем осталась? Они вместо того, чтобы поддержать тебя, оттолкнули. А ты? Ты вот свою семью вспоминаешь. А они о тебе даже не думают, не ищут даже. Значит, и мы должны их вычеркнуть из своей жизни навсегда. Я все понимаю. Это трудно, тяжело, но это необходимо. И прежде всего тебе саму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ЗВОНОК В ДВЕРЬ Чего хотел? Наташа Богданова. Здесь она? У нас нет таких. Я знаю, что она здесь. Павел, что происходит? Тихо, что происходит? Я что-то не знаю. През как танк. Вы кто? Олег? Ты что здесь делаешь? Тебя искал. Пойдем поговорим. Можно мы поговорим? Я его знаю. Все в порядке. Только недолго. Смотри за ними. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это что, казарма? Нет, почему? Просто у нас здесь самое необходимое. Нужно заботиться о духовной жизни, а не о физической. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где твои вещи? Ну, вот там и вот. Собирайся, мы едем домой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я не поеду. Я не хочу видеть ни Вадима, ни маму. Наташа, ты будешь жить у меня, если хочешь и с мамой. Я еще раз повторяю, я никуда не поеду. Мне здесь хорошо, понимаешь? Спокойно, на меня никто не давит. Наташа, мне все это очень не нравится. Я не знаю, как вам здесь пудрить мозги, но вся эта шарашка очень похожа на секту. Ты не говори про то, чего не знаешь, ладно? Эти люди мне помогли, бескорыстно. В тот момент, когда мне некому было больше пойти. Они обо мне заботятся, они разрешили мне здесь жить. И самое главное, им не все равно, что со мной будет. Мне тоже не все равно. Я здесь очень нужна, понимаешь? Мы здесь делаем очень важное дело. Я не понимаю, что вы здесь делаете. Что вы здесь делаете, я не понимаю! Ты поговори с Данилом, все поймешь. Хорошо. Какого черта Олегу сдалась Наташка? Вот я всегда подозревал, что он к ней неровно дышит. Слушай, какая тебе разница, а? От нее три месяца ничего не слышно. Телефон у нее выключен, не появляется нигде. Ну, не слышно и слава Богу. Она самостоятельная, умная, устроит свою жизнь. А телефон выключать, это детский сад какой-то. Не знаю, мне все равно кажется, что мы виноваты. В чем? Тысячи людей разводятся. Нормально, спокойно. Она просто понтуется, чтоб нас с тобой задергивать. Как думаешь, она аборт сделала? Понятия не имею. Слышь, хватит, а? Давай, тему сменим. Ты должна понять одну очень важную вещь. Сколько это ни проклятие, ни наказание. Они даются нам во благо, во течение, во исцеление. Не будет скорби, не будет прощения. Не будет прощения, ты сама знаешь, где ты можешь оказаться. Их надо призвать. Простите, вы Данил. Мы закончим чуть позже. Ты хочешь забрать Наташу? Ну, я не могу выгнать ее. Она тебе отказала? Да, отказала. И поэтому я хочу остаться здесь. Что? Здесь? Да, здесь. Вы же всем помогаете, кто нуждается в помощи. У меня именно такая ситуация. Конечно, хорошо, что ты поверил, что мы делаем благое дело. Ну, разберусь, возможно, поверю. В принципе, каждый человек может остаться здесь, как только он этого захочет. Да, именно сейчас. Да, ты очень хочешь быть с Наташей. Ладно. У меня есть одно условие. Именно с ней ты должен видеться как можно реже. Почему? А потому, что ты напоминаешь ее прошлой жизни. А это именно то, что она хочет забыть как можно скорее. Хорошо, я согласен. Еще. Тебе нужно будет нести послушание вместе со всеми. В смысле? Здесь каждый работает на общину, делает все, что он умеет. Хорошо. Ну, ладно. Давай попробуем. Слабость у меня какая-то появилась. В город съездила, на кухне покрутилась и все. Съездила, покрутилась. Весь день на ногах, в суете. А тут еще авитаминоз после зимы накопился. Я тебе витамины выпишу. Ударную дозу. Ты медитируй. Медитируй. Приведи душу и тело в гармонию с космосом. Я медитирую. Как есть свободная минутка, так я сразу. Ты же сама себя исцелила. Ты сотворила чудо. Нет. Это вы меня исцелили, учитель. Вы. Вы мой спаситель. Я вам погромче. Ты служи и воздастся. Ну вот еще возьми настойку на тибетских травах. По двадцать капель три раза в день. Силы прибавятся. Спасибо. Болей-то нет? Да нет. Совсем чуть-чуть. Ну, чуть-чуть не считается. Спасибо. Я не господь бог у нее. Последняя стадия. Я знаю. Что-то иду. Опиум. Снимет боль и вызовет эйфорию. Правда, надолго ли? Спасение и мысль неразделимы. Внешние по сути сомнения Бога. Люди-манекены несут в себе конец всего живого. И только дух источника спасения, Рожденный в сердце и душе любого. Предотвратит конец всего живого. Спасение и мысль неразделимы. Внешние по сути сомнения Бога. Люди-мени-мени. Иисусе-мени. Водички попей и отдохни. Спасибо. Я очень рада, что ты остался. Ты поговорил с Даниилом? Поговорил. Правда, он замечательный. Такой не до конца мне понятное обучение. Ну, когда разберешься, поймешь, что он святой. Ты боишься, что тебя услышат? Нет, просто привыкла уже. Знаешь, здесь все говорят в полголоса. Как в больнице. Атмосфера просто такая. Они говорят, нужно не думать о прошлом. В этом они правы. Не думай о плохом. Тебе нужно думать о будущем. Я понимаю все. Я сама пытаюсь не думать про Вадима. А мама? Понимаешь, она же меня любила и, в общем-то, по-своему добра мне желала. Позвони ей. Ты что, с ума сошел? Позвони ей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Мама? Наташенька. Доченька, ты где? Не волнуйся, у меня все в порядке. Ты когда вернешься? Я просто позвонила сказать, что... что жива-здорова. Доченька, Наташенька, родная, ты сделала аборт? Нет. Ты с ума сошла? Что ты себе думаешь? Где ты собираешься рождить ребенка? Как? Мама, не волнуйся, я у тебя ничего не прошу. Я просто позвонила сказать, что помню о вас и люблю. Наташа, выслушай меня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Ничего, лучше бы вообще не звонила. Тихо, 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 тихо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташа, давай уйдем отсюда. Я сумею тебе помочь и защитить тебя. Положись на меня. Эти люди с их глупыми проповедями… Увсе не глупыми. Все, что говорит Данила, это правда. А вот не верить в это – это глупо. Глупо и преступно. Потому что мы все должны делать все возможное, чтобы спасти мир от конца света. Наташа, что ты говоришь? Какой конец света? Это выдумка. Выдумка, благодаря которой ваш гуру выманивает у людей деньги, квартиры, драгоценности, все что угодно. Он этот дом отгрохал только на пожертвование. Ты просто не понимаешь. Ну, посмотри сам. Ты видишь, что творится кругом? Пожары, землетрясения, цунами. Природа сходит с ума. А если действительно случится конец света, зачем тебе эти квартиры, дома, деньги? Зачем? Хорошо, допустим. Но если предсказание не сбудется, что тогда? Это значит, что мы хорошо поработали, понимаешь? Мы пытаемся гармонизировать пространство, наполнить мир энергией любви. Если мы все вместе возьмемся, у нас непеременно получится. Понимаешь? Ну, а если предсказание не состоится, Даниил отдаст вам эти квартиры? Или вы так и будете жить в ее общине? Слушай, я об этом еще не думала. Там видно будет. Ну, чего вы хотите? Мы дочку ищем, Алену Звягинцеву. Да я не знаю, так вот. Кого вы ищете? Алену Звягинцеву. Здесь она? Да. Здесь, проходите. Ты что раскомандовалась? Проходите. Неведанный, кого пускать? Ален! Незаконное лишение свободы и насильственное удержание. Статья 127. Имейте в виду. Если вы ее немедленно не выпустите, я в эту милицию. Вы хорошо подкованы в юриспруденции. Но вы ошибаетесь. Вашу дочь здесь никто насильно не держит. Как это никто не держит? Вы ей запрещаете со всеми встречаться. Телефон отобрали. Охрана у ворот. Да у вас тут просто тюрьма какая-то. Аленушка. Дочка. Не подходите ко мне. Вы зачем приехали? Кто их сюда пустил? Они хотят увезти себя. Я никуда не пойду. Я уже совершеннолетняя и сама решаю, где мне жить. Не подходи. Если силы заберете, я все равно сбегу. Имейте в виду. Я тебя все равно увезу и дома запру. Будешь сидеть под замком, пока эту дурь из головы не выбраться. Только попробуй. Я тогда повешусь. Или из окна выпрыгну. Аленочка, что ты говоришь? А что? Вам же все равно, что со мной будет. Это вы виноваты в том, что Игорь в тюрьме. Вы! Ноченька, прости вас. Прости. Это мой виноват. Ты права. Прости. Только вернись там. Если бы я знала, чем все это кончится. Вы должны были знать, когда заявление в милицию писали. Вы хотели, чтобы его посадили. Но за что? Я ведь его любила. Только вам было на меня наблевать. Вам на всех наблевать, кроме самих себя. Вы же ничего не знаете. Я ведь... Я ведь умереть хотела. И то он меня из-под электрички выдернул. Если бы не он... Да вы на него молиться должны, если правда меня любите. Доченька, скажи, что мы должны сделать? Прошу тебя. Оставить меня в покое. Считайте, что я умерла. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я понимаю, как это тяжело. И то слово. Знаешь, как мы раньше были близки. Я всегда думала, что у меня лучшие родители на свете. Они меня всегда понимали. Я с ними всем делилась. Мне подружки завидовали, что я моим могу что угодно рассказать. У меня никогда такого не было. А у меня было. Пока Игорь не появился. Я его так любила, Наташка. Как дура маме все рассказывала. Что мы близки стали, сказала. Они на него заявление написали. Мне еще 16 не исполнилось. Ну, вы же любили друг друга. Зачем они? Затем. Чтобы дочь не ушла к чужому мальчику. Чтобы не любила его больше драгоценных папочки и мамочки. Да просто за тем, чтобы проучить ноги лица, как он сказал. И он меня теперь ненавидит. И уже ничего не вернуть, понимаешь? Я из дома сбежала, чтобы они меня найти не могли. Они меня два года найти не могли. Я не понимаю, как они меня нашли сейчас. Давай-ка прилежим. Давай. Вот так. Ложись. Ложись. Зачем тебе в роддом? Артем примет роды здесь. Что, хотите, чтобы я здесь рожала? Конечно. Зачем? Наташа. Ну, ты же не просто так здесь оказалась. Да пойми ты. Случайностей в жизни не бывает. Это все было предопределено. Мне... Мне было видение. Если у тебя будет мальчик, мир будет спасен. Нам всем очень нужен этот ребенок. Как мой ребенок может запасти мир? Я не знаю. Пока не знаю. А если родится девочка? Мальчик. Мальчик. Он не оттолкнул. Это знак. Он согласен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня для вас есть сообщение. Вы все знаете. К нам в общину пришла жить Наташа. И знаете, что она ждет ребенка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так вот. Это непростой ребенок. Он призван спасти наш мир. Мне открылось, что если родится мальчик, значит, вселенная пришла в равновесие. Гармония восстановлена. И конец света отменяется. Да, конец света отменяется. Поэтому Наталья сейчас самый главный в нашей общине человек. Она освобождена от всех работ и всех повинностей. вы все должны охранять ее и поддерживать. Этот ребенок должен родиться в любви. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Данилушка, я не поняла. Если Наташа сына родит, мир спасен будет? Да. И что тогда? Миссия будет закончена. А что с общиной будет? Тогда и знак будет, что дальше делать. Но мы все останемся жить вместе? Я не знаю. Но я не хочу уходить от тебя. Ты мне позволишь остаться? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это что? Я никому не скажу. Клянусь. Ладно. Мне надо принести паниану. Наташа возьми. Сейчас же пост. Рыбу нельзя. Ешь. Это не тебе. Это ребёночку. Даниил велел. Да я не голодная, правда. А я голодный. Эй, ты чего? Кто первый встал, того и тапки. Покажи часы. Тебе зачем? Такие же моему сыну на работе подарили. Там должна быть гравировка. Покажи часы. Да угомонись, Мария. Укажи часы. Угомни. Часы покажи. Часы покажи. И П. Сафонову. От коллег на сорок лет. Где ты их взял? Где ты их взял? Где мой сын? Куда вы его дели? Да что ты ко мне прицепилась? Где мой сын? Илья сам их мне подарил. День рождения у меня тогда был. Сам снял с руки. Подарил. Ален, иди тебя Даниил зовет. Зачем? Откуда я знаю? Он мне не докладывает. Наташа, а что за человек этот твой сосед? Олег? Хороший человек. А что? Не нравится он мне. Почему? Не знаю. Доверие не вызывает. Наташа, что они так не умиграют. Ален, иди тебя, ты же решила. Ален, иди тебя, ты же решила. За мной вот так... Да, дам. Твое. Дам. Твое. Утас в мае. Утас в мае. По моему работе. Утас в мае. Утас в мае. Ален! Ален, ты чего? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Расскажи мне, скажи Даниилу. Это он. Кто? Даниил? Что сделал? Вот что тебя заставили. Нет, нет. Я сама согласилась. Потому что должна. Мы все должны друг другу помогать. Мне так противно, ты не представляешь. Я как будто грязная вся. Это так мерзко, когда без любви. Не надо! Попокойся, я просто поговорю. Перестань реветь. И не смей слухи распускать. Поняла? Счастлива должна быть, что на тебя учитель внимания обратила. Другая порадовалась. А ты неблагодарная. Он что, считаетесь здесь его наложницей? Я тебя, Наташа, этого не ожидала. Я думала, ты все понимаешь. Мы здесь все живем, как одна семья. Да. А Даниил, он все-таки мужчина. И это нормально. Он вам дал несоизмеримо больше. Он вас спас от них. Приютил. Просветил. На путь истинный наставил. Учит вас. Двой ноги должны его целовать. Она все рыдает, бездышая. Аesen от confident. Трип, alotEEP. Трип. Вы sulfат. ВЗД. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Корректор А.Кулакова Произ distortion. Субтитры делал DimaTorzok Что случилось? Мы Галю на поезд провожаем. Ты спи, спи. Что здесь понесли? Вещи тяжелые. Литературу, фрошюры. Спи, спи. Субтитры делал DimaTorzok Подальше отвезете. Одеяло потом верните. Сделаем. Хорошо, что я встала попить. Слышала, она вроде не дышит совсем. Последние ночи все стонало, а тут тихо. Она сама виновата. Веру потеряла. Тебе еще повезло, что она ночью умерла. Как я могу все предвидеть? Думал, еще немного протянет. Пойдем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Даниил! А куда Галя уехала? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она в Саратов уехала с миссией. Наши последователи открыли там еще одну общину. Она повезла туда брошюры. А почему ночью? Поезд ночной. Ты не волнуйся, я попросил знакомых, чтобы они отвезли ее на вокзал. А почему именно Галя? А она сама вызвалась. У нее там подруга, детство. Повидаться захотела. Просто я волнуюсь, она себя плохо чувствовала. Наташенька, все в порядке. Доктор ее посмотрел. Обычная простуда. Лекарства дал. Тебе вредно волноваться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МОЗИТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК «Алло, Кир, привет, это я». «Привет» «Мне нужна твоя помощь. Здесь вообще не творится что-то очень странное Люди пропадают Что от меня нужно? Пробери по базе серебристый Лексус Номера Р, Роман 767 Дальше две буквы, грязь залеплена Не видел Ладно, как пробью, взвяхну Я тебе сам перезвоню У нас положено стучать Когда входишь Что-то странное у тебя с общиной творится, Даниил Что странное? Один исчезает Другая уезжает Как-то не задерживаются у тебя здесь люди На всего любовь Если только человек и не помогает Ты что-то хочешь сказать? Порядки мне твои не нравятся Заведи свои Но в другом месте Здесь же я распоряжаюсь Послушай Ты же сам захотел здесь остаться Прими правила А нет, так уходи Я никого не держу И Наташа Да разумеется Но за нее я несу ответственность Я не могу тебе позволить рисковать ее жизнью Я тоже несу за нее ответственности Красно Значит, у нас с тобой общие цели И мы оба хотим, чтобы у нее было все хорошо Ты же знаешь, что мобильники запрещены Не нарушай правила Отдай мне мобильник Если ты с нами, он тебе не понадобится А если захочешь уйти, то уходи Ну, один Ну что? Очень активный малыш Это плохо? Наоборот, хорошо Быстрее роду пройдут Доктор, скажите А если что-то пойдет не так Кесарева придется делать Это еще зачем? Ребенок может ножками пойти Или родовая деятельность слабая Больница далеко Поиск, что мы не доедем Я бы запретил всем беременным Читать медицинские книги Вечно что-то надумают Лучше двигайтесь побольше И ребенка не раскармливайте Этот ребенок предреченный Ни с ним, ни с тобой Ничего не случится Ты просто верь в это А ты куда? Прогуляться до станции Так нельзя Почему? Учитель не велел Пас на дно это ходить Ты же рожаешь скоро Мало ли что Ну, рожать не скоро А доктор сказал, нужно двигаться Ну, так и двигайся по двору Воздух-то везде одинаковый Откуда такие счета? 50 тысяч за месяц Так ведь 20 человек кормятся Ммм Ну, еще на той неделе я лекарства закупил В городе эпидемия гриппа Какой грипп? Нам эпидемия не страшна Мы изолировано живем Дебазол будешь покупать Он копейки стоит Хорошо На строгий пост всех Ни мясо, ни рыбы Крупу и картошку Как же Наташа? Ей нужно полноценное питание Фруктов ей купи Только ей А чек мне принесешь Хорошо Хорошо Ну, что ты все плачешь Как ни гляну Все глаза на мокром месте А разве счастье такая неволя? Ну, кто ж тут тебя в неволе-то держит Сама пришла Просилась Говорила, сын бросил Не бросала ты Ну, как же Денечки захапывал и смылся А на мать-то плевал Нет Без копейки оставил Ты бы лучше Даниилу спасибо сказала Что он тебя тут держит из милости Не говори плохо о моем сыне Он мне за всю жизнь Ни одного дурного слова не сказал Почтительный был, внимательный Бывал, говорил Мамань, пусть старость Я твою обеспечу Обеспечил Без копейки оставил Не ври Не мог он так поступить Не мог С ним беда какая-то случилась Беда Вы его оговариваете Не смей Не смей Никогда больше Не смей От о моем сыне Я не помню Из ума выжила Не нравится? Иди на улицу, побирайся Я бы, я бы дня здесь Не задержалась Если бы у меня было Куда больница Если не прекратишь Заворотами окажешься Поняла? Ты что думаешь? Даниил потерпит, что его кровом пользуются Хлеб едят и хает? Я про Даниила ничего дурного не говорю Даниил святой человек Вот и держи язык за зубами С Марией надо что-то делать Обнагрела совсем Потакаешь ей во всем Лучше бы вразумил бы Что случилось? Говорит, что не верит Что сын ее бросил Подозрения у нее там какие-то Начинает смущать всех Песты же Я поражаюсь людям Какие они неблагодарные Ты ее пожалел? Кормишь, поешь Она еще смеет в тебе сомневаться Не трогай ее Пусть говорит, что хочет Людям скажи, что она больна Похоже, ты добрая Данилушка Я бы не смогла такие оскорбления сносить Может быть, ты плохо слушаешь мои проповеди? Я стараюсь Ты же знаешь, я самый верный твой последователь Я ради тебя все, что угодно Я знаю, знаю Что же Аленку стал звать так часто? Конечно, она моложе Вот ты знаешь, что она страдает Мне нужно ее поддержать, утешить Знаю, какое-то ей утешение даешь И что? Ничего Я же люблю тебя Я тебя люблю И ценю больше всех Но я не твоя собственность И отчитываться перед тобой не обязан Ясно Хорошенькие такие Неужели у него будет такая маленькая ножка? Да ты что? Когда родиться еще меньше будет Это же я с запасом вязала А научи меня вязать, а? Нет, тебе нельзя Почему? Пуповину завяжешь Вот родишь и научу Ой, Наташа, смотри, смотри Какой у свитера хорошенький Такой муля-пусенький Аня, у нас шерсти хватит Я хочу такой связать Ну тут годика на полтора-два Да хватит Беленькой добавим и хватит Нет, свитер не надо вязать Почему? Он к следующей зиме как раз подрастет Если подрастет Иди пеленки прострачи Я фланель купила А почему заранее вязать нельзя? Тоже примета плохая? Да примета Иди Наташа, что случилось? Я знаю, что-то странное происходит Я уже за ребенка боюсь Я смогу вас защитить Что ты один сделаешь? Нам видеться не разрешают Когда ребенок родится, на тебя вообще не подпустят Значит, надо не дожидаться, когда ребенок родится Надо бежать отсюда как можно скорее Ты же не смотришь все время Не волнуйся, я все устраю Сегодня ночью, когда все уснут, мы уйдем отсюда Не волнуйся Отойди от нее Ничего, все время у тебя над душой стоять Тебе запрещено с ней разговаривать Где иди 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 в дом, Наташа Мне нравится мне этот новичок, учитель Для этого я его оставил Так и нравится, Наташка увидится Я их уже не раз вместе видел Я же тебе сказал, следить за ними Они не должны наедине встречаться Ты разве уследишь? Я только отвернусь, они уже вместе Ну не на цепь же ее приковывать Она говорит, ей дышать нужно, двигаться Так Ты думаешь, он ее увезти хочет? Да, боюсь, поговорит Откуда он на мою голову взялся? Что мне с ним делать? Выгонишь, он к мину там побежит Ну что, на цепь в подвал сажать, что ли? Тогда Наташка все общину перебыломутила Да ладно, она и так уже вопросы задает Ладно, я разберусь, все, иди уже Иди И следи за ними А пусть ишь я с тебя, я в шкур спущу Да, это я Мне опять помощь нужна Да, я в долгу не останусь Да, я в шкур спущу Я в шкур спущу Да, я в шкур спущу Да, я в шкур спущу Если выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok Откуда у тебя ключ? Пойдем. Куда это вы собрались-то на ночь глядя, а? Голубки. Наташ, беги! Далее! Далее! Заткнись! Далее! Давай! 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 Все. Ну-ка, подожди, подожди. Чего он там? Ну, живой же? Чего ты? Гад ты такой! Олег! Не трогай! Выйди в дом, она перебудет всех! Все! Хватит! Он живой? Да и что, Родя? В подвал и под замок. Данил, что случилось? Женщины волнуются. Ну, так успокой их. Скажи, воры влезли. Взяли их уже. Спать идите! А что случилось-то? Вора поймали. Все в порядке уже. А Наташа где? У Наташи приступ был, у врача она. Давайте, давайте. Завтра поговорим. Завтра. Где Олег? Что вы с ними сделали? Заперли Олега. Вор он твой, Олег. Общинную кассу украл и хотел бежать с ней. Олег Кассо! Неправда! А чего он тут крутился? Ради тебя, что ли? Ты сама подумай, ребенка чужого носишь. Зачем ему абуза такая? Ну, где вы там? Быстрее давайте. Доктор, она рожает? Сейчас посмотрим. Не толкайтесь. Ей воздух нужен. Отойдите от кровати. Что вы делаете? Не трогайте меня. Успокойся ты. Где ты мышцы расслабишь? Чтоб схватки кончились. Рано тебе еще рожать. Не трогайте. Что стоите? Держите ее крепче. Не трогайте. Помогай, помогай. Ноги держи. Не трогайте. Тише, тише, тише. Наташи. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо! Тихо! Ребенка до срока доносить надо. Чтоб живой родился. Все равно же убьете Я тебе еще таблетки дам Мне ровно надо лечить У тебя психоз беременных начинается У меня тоже психоз был Вообще с ума сходила Такие кошмары мерещились Потом дочка родилась Еще хуже По нескольку раз в кроватке бегала За ночь Смотрю Дышит, не дышит Дышит, не дышит А что случилось? Ночью-то что было? Сейчас Даниил все скажет Сегодня ночью Произошел Очень печальный момент Один из людей нашей общины Проник ко мне в кабинет И похитил всю нашу общую кассу И попытался с ней скрыться Кто? Кто вор? Это Олег Этого не может быть Может Он был пойман И я лично забрал у него деньги Это неправда Это неправда Мы сегодня ночью хотели сбежать Они нас поймали И Олега очень сильно избили Кто бил? Где он? Ну разумеется он жив Его заперли в подвале Мы все Должны решить Что нам с ним делать Я не хочу отдавать его в руки милиции Чтобы не калечить его жизнь Но наказание он понести должен Выгнуть его из общины Выгнуть Наказать его Это неправда Слышите? Это ложь Он вас Всех здесь как в тюрьме держит Мы хотели уйти Почему ты нас не отпустил? Куда? Куда вот ты пойдешь? Где ты будешь жить? На улице? С бомжами? Подумай о своем ребенке Или тебе все равно? Она же не понимает Своей миссии Это непростой ребенок Он призван Чтобы спасти этот мир Он очень нужен Нам Господи Как он может вас спасти? Он же еще маленький Вы хотите его убить? Нет Это не убийство Это жертва Необходимая Жертва Ради спасения мира Ты считаешь, что это слишком высокая цена? А ты подумай Если он останется жив Погибнет все человечество Нет Я вам его не отдам Слышите? Я вам его не отдам Слышите? Я не отдам Я вам его не отдам Слышите? Не отдам Я вам его не отдам Как же она слаба духом Что, хотите привезти в жертву Наташиного сына? Это единственный выход Мне открылось Наших медитаций недостаточно Мир слишком быстро гибнет Если вы хотите оставить его в живых Выбирайте Или он Или вы Даниил, делай как знаешь Мы с тобой Мы тебе верим Эй Вставай 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 И тебе поесть принес Эй Эй Ты живой вообще? Субтитры сделал DimaTorzok ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что? Как же бежал? Я не смог его остановить. Не смог, да он же полутруб был. Сам бы попробовал. Что? Он меня вырубил. Ты зачем в подвал поперся? Обед понес. Стоп, стоп, стоп. Я что, я велел его кормить? Ну, ответь мне. Но! Я думал, нужно. Ты думал? Из-за тебя он наш ментам сдаст. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что в тебе? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А тебе надо сниматься срочно. Всех людей соберешь в зале внизу. С Натальей глаз не спускать. Пошел вон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Автобаза? Да, добрый. Мне нужно два автобуса срочно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы должны немедленно выслать туда опергруппу. Ей нужна помощь. Мы никому ничего не должны. Послушай, ты! Девушке нужна помощь! Ее насильно удерживают в доме религиозные фанатики! И, по моим данным, ее ребенка хотят убить! Молодой человек, у нас в стране свобода, вероисповедание. Это во-первых. А во-вторых, только на основании ваших подозрений, не имея никаких фактов, я не имею права ничего предпринимать. Эта девушка вообще вам кто? Жена, сестра? Нет. Значит, вы являетесь ей абсолютно посторонним человеком. А принять заявление могу только от родственников. У нее есть, кстати, родные? Да. Мать и сестра. Вот, пожалуйста, пусть они приходят, подают заявление. Мы разберемся, если факты подтвердятся, мы примем меры. Дорогие мои, мы должны срочно переехать. Место для родения было выбрано неправильно. Куда? Далеко? А почему неверно? За 500 километров отсюда. Там проходит место сильнейшей аномалии. Мы должны подкрепить наши медитации дополнительные энергии, иначе жертва не будет принята. Там можно изменить предначертанное. Так что собирайтесь, берите только самое необходимое. Провизию и палатки мы купим по дороге. Мы будем жить в лесу, а Наташа... Ей же скоро рожать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скорая? А к кому? Олег погиб. Как? Что случилось? Да не тяни, скажи толком. Он сбежать хотел. Через окошко. Выбрался на крышу. Сорвался. На забор прямо спиной. Скорую я вызвал. Поздно уже. Погоди, Саша. Олега ведь в подвале заперли. На чердаке он был. Какой подвал? Точно на чердаке. Даниил велел его туда поместить. Да это так. Олег. Стойте! Стойте! Наташа. Наташа, пойдём. Наташенька, ну, ты уже ему ничем не поможешь. Ну, не рви своё сердце так. Видать, Олегу суждено так было. У каждого свой срок. Наташенька, он сам виноват. Ну, посуди. Ну, не крал бы кассу, не подбивал бы тебя на побег, не посадили бы его на чердак. Не стал бы бежать, не сорвал себя с крыши. Наташенька, сам виноват. Это бес его подмечет. Не говори так. А как? Я правду говорю. Наташенька, ты не убивайся. Это ребёнку вредно. Ещё родишь в дороге. Наташ. Скорый хороший ход. Ну, и сколько они берут за ложный вызов? По штуке каждому. Сколько? По штуке. Да. Да, звонил. Мне надо дом продать срочно. Десять процентов твоей возьмёшься? Найди мне нотариуса. Я на тебя доверенность составлю. За час справишься? Всё, жду. Ну, как же община? А ты не волнуйся? Мы всё придумаем. Маташа, тебе тёплую кофточку брать? Ну, конечно, бери. Там же холодно вечерами. А брюки? Сейчас-то не нужны, а когда родишь в брюках, лесо удобнее. Мне всё равно. Я не хочу никуда ехать. Знаешь что, девка, ты не дури. Мы ради тебя все едем. Ты у нас теперь самая главная. А вернее, сын твой. А ты бы отдала свою дочку в жертву? Ну? Мне не дано такой милости судьбы. А если бы приняли её в жертву ради общего спасения, то с радостью. Да как ты можешь даже думать, что у тебя есть выбор? Ну, вот смотри, две чаши весов. На одной твой сын. Он ещё не жил. Он ничего не поймёт. А на другой все мы. Всё человечество. И я, и Алёна, и Мария, и мама твоя Наташа. И ты сама, Наташа. Ну, подумай. Подумай, что перевесит. И вот это упакуйте. Ну, что сидите? Вещи упаковывайте. Сейчас автобусы приедут. А еду готовить не будем? Нет. В дороге поужинаем. Очень хочется суши. Если я не съем, не засну. Ну, слушай, остались бы дома, поужинали. Ну, не нуди, уже оделись. Вот, посмотри. Ну, гости собрались. Покушать. Аппетит хороший. Да, спасибо, не жалуемся. Вообще, у вас всё хорошо, я смотрю. У нас всё хорошо. У вас, я вижу, не очень. Да, у меня не очень. А где Наташа? Чё ты докопался, а? Чё тебе надо? Ты живёшь своей жизнью, мы своей. Мы с Наташей разошлись. Мне плевать на неё. Наташа в опасности. Ой, иди и спасай. Слушай, ты, Наташа скоро рожать твоего ребёнка. Твоего! Идите, радуйтесь жизни. А я здесь при чём? Ты меня в этом обвиняешь? У Наташи своя голова должна быть. Ну, просто это и твой ребёнок тоже? Слушай, ну мы все современные люди. Детей принято планировать. И она должна была считаться с моим мнением. Ей рожать. И очень скоро. Ну, я не понимаю, чё это тебя так парит? Это её проблема. И наша тоже. С какой стати? Да с такой. Что вы ещё не оформили развод. И фактически, юридически, ты отец. И она имеет полное право потребовать, чтобы ты признал ребёнка. Ну, а дальше элементы там. В общем, мне очень приятно жить с таким грузом. Согласись. Слушай, я не понимаю, чего вы все из этого пожара сдуваете? Нет ещё никакого ребёнка. Это для тебя нет. Для меня есть. Ну, ладно. Ну, подожди. Ну, перестань. Зачем создавать себе проблемы? Успокойся. Да я... Я спокойна. А чё ты дёргаешься? Знаешь, я... Я раньше думала, что... Ради любви можно пойти на всё. На подлость, на предательство. Она... Она всё простит, всё искупит. Понимаешь? Но потом... Ну, что? Что потом? Я верить тебе не могу. Не могу. Джордж, но я же правда тебя люблю. Я просто очень не хочу, чтобы со мной случилось то же, что случилось с Наташей. Я не понимаю, что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы написали заявление о пропаже собственной дочери. Вот и всё. Я пытался, но у меня не приняли заявление. Почему? Потому что я не родственник. Вы говорите, её держат насильно? Да. Но она же сама туда стремилась. Я пыталась её отговорить, но какой там... Она же у нас самая умная. Мы слишком много говорим. Время идёт. Наташа скоро рожать. Что с ней сделают? Я... Нет. Потом же она меня и обвинит, что я её насильно забрала. Лишила её драгоценных друзей. Которые, кстати, понимают её лучше, чем я. Да. Вы не хотите меня понять. Почему же? Я вас очень хорошо понимаю. Но я вижу вас второй раз в жизни. Почему я должна вам доверять? Простите, нам не о чём больше с вами говорить. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, родение будем проводить здесь. На поляне разобьём лагерь и поставим палатки. Ещё одно. Из лагеря не уходить. Место здесь непросто. И по одному тоже не ходить. А мы здесь надолго? Это от неё зависит. Всё, пошли. Вперёд! Проходим. Ну, что? Живот опустился уже. Со дня на день родит. Так ведь рано ещё. Может, вы меня в больницу отвезёте? Я боюсь. А ты не бойся. Твой сын родится в единении с природой. Ну, иди в палатку. Отдохни. На проповедь можешь не ходить. Боюсь, родит раньше срок. Вы? Вы чувствуете? Слушайте себя. Почувствуйте. Поток благодатной энергии, которая идёт с неба на землю. И из глубины земли навстречу космосу. Слушайте себя. Слушайте. Я чувствую. Благодать идёт. Да. 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 Объединим энергетику наших вибраций и спасём землю. А земля спасёт нас. Мы едины. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Девочка Спасибо, что пришли Суть это Да, что случилось? В общем, мне нужна помощь А конкретнее? Человек попал в беду Красивая Красивая, красивая парень Мне не до шуток, она в беде Что от нас стрелится? Даниил, так что же будет? Ты же говорил мальчик Мальчик наречен был А если не сын, так что это значит? Что же теперь делать? Что же теперь будет? Что же будет, Даниил? А я не знаю Я не знаю Что теперь будет Нет ответа Неужели ничего не получится, Даниилушка? Да, потому что она виновата Она не верила в предначертанное И поэтому все наши усилия пойдут прахом Она виновата Неужели ничего нельзя сделать? Даниил, спаси нас всех Спаси нас Спаси нас Жертва 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 Спаси нас Жертва Спаси нас Вы готовы на жертву? Да Вы хотите жертвы? Вы готовы принести жертву? Помоги нам Спаси нас Хорошо Мы проведем этот обряд И возможно Абсолют примет эту жертву Я не отдам вам ее Я не отдам вам ребенка Не трогайте ребенка Не подходи к ней Не подходи к ребенку Не трогайте Не подходи Не трогай ее Не трогай ее Не трогайся Ты можешь побыстрее? Да куда быстрее по такой дороге Далеко еще? Выйдите, пожалуйста Я хочу покормить ребенка Обойдешься, Наташа Тебе и деревья нет Видишь, что ты наделала? Это все за грехи твои Не верила Даниилу И родила девчонку Вместо сына Понимаешь, что ты говоришь? Если я была беременной девочкой Я не могла родить мальчика Твоя же Даниил ошибся Даниил не мог ошибиться Это ты виновата Ребенок не может поменять пол За неделю до рождения А, Даша, что нам ликции читаешь? Мы тоже в школе учились Твоя наука Не может спасти мир от гибели Это может сделать только Вера А мы теперь не уверены Что ее кровь усилит энергию Посмотри на нее Посмотри Посмотри, какая она маленькая Хорошенькая У нее же вся жизнь впереди У тебя же у самой дочка есть Неужели тебе ее не жалко? Как вы можете убить ребенка? Это не убийство Это жертва Святая жертва А ты теперь молись Чтобы ее приняли Святая жертва 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 Пусто. Собирались в спешке. Вещи по всему дому разбрасаны. На кухне посуда не мыта. Опоздали. Куда он ее увез? Надо у соседей спросить. Кто-нибудь обязательно что-нибудь видел? Не могло столько народу бесследно исчезнуть. Давай, я покормила и хватит. Давай, мне сюда. Давай. Не трогай. Не трогай. Возьми. Все, все, все хорошо. Какой кошмар, Наташа. Они просто звери. Я никогда не думала, что так можно всерьез. Как я могла им поверить? Даниил просто сумасшедший. Я его боюсь. Я тоже. Я не знаю, что делать. Убежать надо, Наташа. Давай попробуем, я тебе помогу. Они мне теперь вдвоем карауляют. А ты притворяйся, что смирилась. Не шуми, лежи тихо. Мы выберем момент. И ребенок? И ребенка заберем. Она ночью крепко спит. С пушкой не разбудишь. Ну что, дождался? Дождался? Не кипятись, боец. Я ходил к ее матери по месту прописки. Она сказала, что твоя девица сама из дома ушла. Поругалась с мужем и уехала жить к знакомым. Ключевое слово – с мужем. Усек. И не встревай в чужие разборки. Тем более, что она ждет ребенка. Этого ребенка собираются убить. А что с ней сделают, я не знаю. Ты понимаешь, что я не имею права вмешиваться без согласия родных? Это чужая семейная разборка. Я не могу каждый раз вызывать ОМОН, чтобы вернуть домой чью-то обиженную жену. Мать ее не ищет, муж не ищет. Тебе что больше всех надо, что ли, а? Постой. Соседи сказали, что их увезли на двух автобусах. Помоги мне. Узнай, куда был выписан маршрутный лист. Ты мне что, предлагаешь обзванивать все автобазы Москвы? Ты представляешь, сколько их? Да не все. Наверняка они заказали в той, что ближе к поселку. Помоги мне. Запиши адрес. Главное, чтобы не опоздать. Не опоздать. Ну, звони, лейтенант. Сколько тебе ждать можно? Два, три дня, месяц. За это время Даниил исчезнет. Сумасшедший. Да и не такой он сумасшедший, если бабло присваивает. Это он прикидывается фанатиком. Я знаю таких типов. С виду была женой и уродивой, а выгоду свою не упустит. Ну да. Он уже, наверное, миллионер подпольный. Ты прикинь, сколько народу ему свои квартиры отписал. Парни? Да. Слушаю. А где это? Пятьсот километров. Спасибо тебе, лейтенант. Спасибо. Пошли. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Детка! Гордыня, это страшный грех! Твоего ребенка я верил охранить особо. Я знал, что ты за ним вернешься. Веди ее. Пошла! Обыщи палатки. Проверь, все ли на месте. Верил! Алена, тоже нет. Прочесать лес! Она не могла, далеко не тянула! Пошли! Пошел! Тащи! 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 Перестаньте! Перестаньте! Не трогайте ее! Это я виновата! Это я виновата! Перестаньте! Перестаньте! Не трогайте ее! Перестаньте! Это я виновата! Я ее виновата! Будьте вы прокляты! Отступницы! Это я! Это я! 40 ударов я же сказал 40 заскучал хочешь рядом с ним стать даниил почему-то наташу не оказываешь это она во всем виновата так и справедливо накажи и и спокойно завтра она за все ответит мне так стыдно что это я привела его общину столько усилий приложил мы все старались все прахом пошло из этой гадины ты не можешь за всех отвечать мало того что на девчонку родила так она еще нам помешать хочет ален это змея подколодная ты ты сама веришь мне да и ты в словах моих сомневаться не будешь а на смерть со мною пойдешь не сомневайся вы мне кофе дай глаза слепаются держи быстрее можешь ты куда уж быстрее так на пределе а что там по карте судя по карте еще километров сорок что это это я узнал что нужно твоем особняке гости были вояка с дружками приезжал весь дом обшарил вас искали ты не боишься что ментов подключить имея ввиду они могут вычислить где вы ты автобусы официально заказывал я спешил собери всех быстрее и 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 Принеси ампула. Принеси ампулы. Даниил, ну что? Какой был ответ? Что ты видел, Даниил? Какое видение снилось? Учитель. Только слышал, учитель. Расскажи нам. Учитель, так был ли ответ? Был ответ, учитель. Данилушка, скажи. Ответ был. Мои надежды не оправдались. Наши молитвы не были услышаны. А как же жертва? Жертвы не примут. Кровь этого ребенка не в силах что-либо изменить. Человечество погрязло в грехах. Теперь мир не будет спасен? Древние пророчества осуществятся. Мы сделали все, что смогли, но потерпели поражение. Зло оказалось сильнее. Человечество – это страшная опухоль на теле этого мира. И оно должно погибнуть. Такова воля Абсолюта. Как же так, Даниилушка? Я не хочу. Это будет ад? Да. Это ад. В древних пророчествах написано – все человечество ждет гибель. И я не хочу этого видеть. Я ухожу. Как же мы, Даниил? Оставайте! Возьми нас с собой, Даниил! Даниил, не оставляй нас! Как же так, Даниил? Ну, вы не сможете пойти со мной! Мы сможем! Вы не готовы! Мы готовы! Вы не готовы этого сделать! Мы с тобой, Даниил! Ладно. Мы не будем ждать судного дня! Мы не пойдем на заклание, как тупое стадо! Мы можем идти из мира сами, по доброй воле! Это единственное разумное решение! И тогда мы не увидим апокалипсиса! Не испытаем на себя этих адских мук и боли! Мы уйдем все вместе! Мы просто уснем! И не проснемся! Без боли! Без страданий! Даже приятно! Такая смерть угодна абсолюту! Я никогда не обманывал вас! Выход есть! Выходи! Выходи! Нет, предначертанный год еще не наступил! Еще не наступил! Может, ничего этого не случится! Да может быть, есть другой путь! Выходи! Да как же ее! А как же ее? Не бросай нас с собой! Мы же верим все равно! Возьми нас с собой! Возьми нас с собой! Как вам не стыдно! Учитель заботится о вас! А вы так трусливые и малодушные! Скоро начнутся страшные катаклизмы! Отсутствие света и тепла – это только цветочки! Что Земля потеряет свою атмосферу! Солнце погаснет! А наша планета столкнется с другой планетой! Это начнется ужас и хаос! И умирать будет страшно! Его учительно больно! Без света! Без солнца! Без тепла! А учитель предлагает нам выход! Это спасение! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоп-стоп-стоп! Тормози! Тормози! Возьми назад! Что там по карте? По карте здесь нет дороги! Так, здесь следы тяжелых машин! Может быть даже автобусы проезжали! Поедем туда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не хочу умирать, Наташенька! Почему они все так покорно согласились? Я тоже не хочу! Да что с вами? Никакого конца света не будет! Они хотят вас убить! Нужно бежать! Если мы все вместе, то... Папа! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Глупенькие девчонки! Молоденькие совсем! А мне зачем за жизнь цепляться? Смерть так смерть! Молодец! Господи! Уж лучше все разом! И больше никаких страданий! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, все. Ну, все. Дороги и дачи нету. Черт. Что теперь? Туда? Уверен? Уверен! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, да, записал. Да, понял. Понял. Вы ведь Богданова? Да, я все-таки хотела написать заявление. У меня как раз вот есть сведения. По оперативке сейчас передали. Недалеко от села Чудская-Пать совершено массовое самоубийство. Или убийство. Бог их там разберет. В общем, сейчас следователи работают. В списках потерпевших есть ваша дочь. Наташа? Ну вот, с вами все в порядке. Как ребенок? Успокойтесь, успокойтесь. Девочка абсолютно здорова. Сегодня мы сделаем прививки, а завтра, наверное, мы вас выпишем домой. Спасибо большое. Отдыхайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Да, пожалуйста, проходите. Привет. Привет. Ну, как ты? Нормально. Спасибо тебе большое за все. Все хорошо. Все уже позади. Как там Алена? Алена в этой же больнице, только в травматологии лежит. Бедненькая. А родителям ее сообщили? Да, уже они идут сюда. Позвони маме. Не знаю. Позвони. Таня, слушай. Алло, мам, это я. Наташенька, что с тобой? Где ты? Как ребеночек? Моя родная, я всю ночь сегодня не спала. Вот думала о тебе. Вот как чувствовала. Все в порядке, мам. Уже все в порядке. Я в больнице, и девочка тоже здорова. Девочка. У меня внучка. Да, это теперь бабушка. Так, диктуй мне адрес. Я сегодня же вылетаю к вам. Что тебе привезти? У тебя молоко есть? Господи, надо же приданное ребенку купить. Мама, успокойся, не надо никуда ехать. Здесь аэропорта-то нет. Меня выпишут, и мы сразу приедем. И молоко у меня есть, и приданного не нужно. Мы сами все купим. А кто это мы? Мы с Олегом. Ну что, опознала? Она это? Да. Анну опознали. А как же вы так быстро сюда добраться успели? Откуда узнали? Мы с мужем поехали к друзьям на дачу. Телевизор включили, а там новости. Маму показали. Я ее сразу узнала. Я ее много лет уже не видела. Мы же с ней не общались в последние пять лет. Я же ее ненавидела. Она же меня в интернат отдала. Я с 15 лет вообще сама по себе жила. А я все-таки думаю, что она тебя любила. Она постоянно нам о тебе рассказывала. И хоть говорила плохо, то ты отрезала ломой. А все-таки мысль все время к тебе возвращалась. Она тяжелый человек очень. Она если себе что-то в голову вопьет, то... Я сейчас поверила в эту ерунду про конец света и давай мир спасать. А я смеялась над ней. Вот она и ушла к Даниилу. А Даниил умел каждому свой подход найти. Особые слова. А в братстве-то ей обещали, что будут ее любить, что все проблемы ее решат, что будут поддерживать. Если бы мы обе друг друга любили, это уже не было бы. Она же была бы жива. Да вот и помни об этом. Когда своих детей родишь. Алена, доченька моя, больно, больно. Ой, прости. Прости. Господи. Господи, что они с тобой сделали? Как я рада вас видеть. Так скучаю. А мы-то как соскучились. Держись, дочка. Держись, держись. Самое страшное уже позади. Главное, что мы теперь вместе. Мам. Простите меня. Простите меня. Я была такая дура. Что ты? Это ты нас прости. Мы во всем виноваты. А это тебе. Неделю назад пришло. От Игоря. Читай. Он меня простил. Он меня любит. Его освобождают досрочно. Вот и хорошо. Вот и хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Наташа, вы же с Вадимом так и не развелись. Нет, а что? Официально. Он отец ребенка. Ничего, я подам на развод. Потом напишу заявление, что это не его ребенок. Запиши меня, я ее целую. Зачем тебе это? Я люблю тебя и хочу растить твоего ребенка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Секта религиозных фанатиков решила уйти из жизни, опасаясь наступления конца света. Благодаря четким и слаженным действиям милиции, преступление удалось предотвратить. Почти все члены секты остались живы. Спасенные рассказали сотрудникам прокуратуры, что их принуждали к смерти и фактически убивали насильно. А люди не хотели умирать. Не хотели жить. Не хотели жить. Даниил убийца. Эту женщину сумасшедший фанатик провозгласил матерью мира. Он ждал, что она родит спасителя и собирался принести ребенка в жертву. Но родилась девочка. Об этом нам поведали все выжившие члены секты. В последний момент глава секты изменил свое решение и решил убить всех своих последователей. Собирался ли он сам расстаться с жизнью, пока не ясно. И смотрите в воскресенье в программе «Неделя в городе» с Алексеем Фроловым. Тебя поздравляю. У тебя дочь. И что? В смысле и что? Они обе что-то не погибли. Тебе что, действительно все равно? Ты что, с цепи срывалась? Это было ее решение, она сама туда поперлась. Я не могу больше это слышать. Знаешь что? Ты законченный, непроходимый эгоист. Твоя жена и ребенок чуть не погибли. А ты все это время спокойно жил в свое удовольствие. Между прочим, ты тоже. За что мне очень стыдно. Я ухожу. А что ты думаешь, я тебя держать буду? Не дождешься! Оля, ты вилки положила? Мам, я уже все положила. Ага, хорошо. Так. Так. Ой, я забыла бутылочки прокипятить и соски ошпарить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оля, открой дверь, пожалуйста! Ага. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Девочка моя. Да, девочка. Ты знаешь, а я твой борщик любимый приготовила. Курочку тебе пожарила. Господи, как же ты похудела. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это моя внучка. Ваша. Боже мой. Девочка моя. Нучка моя. А я твоя бабушка. Мама, познакомься, это Олег. Здрасте. Мы знакомы. Наташка, я так рада тебя видеть. Ты прости меня за все, ладно? Интересно, я уже давно простила. Ты что-то про борщик говорила? Мы ужасно голодные. Конечно, конечно. Давайте, давайте, проходите. Держи. Давайте, давайте, проходите. Ну что? Арестован глава сектор Аркадий Пахоменко, называвший себя Даниилом. Ему в вину вменяются махинации с недвижимостью, манипуляции людьми, насильственное удержание, а также несколько убийств. Что же держит людей рядом с такими лжепророками? Почему они попадают в расставленные ловушки? Давайте проанализируем. В поисках истины и просветления в них попадают люди одинокие, либо те, кому в семье не хватает любви и понимания. Они откликаются на ласковые слова о всеобщем братстве и любви, и этим пользуются ловцы человеческих душ. Не поддавайтесь на их посулы и красивые слова. Будьте бдительны. Помните, за этим может скрываться секта. Секта. АПЛОДИСМЕННЫ АПЛОДИСМЕННЫ Сва ми физлима власти звук